Ураган Айрин потерял свою силу, оставив за собой человеческие жертвы, размытые дороги и затопленные города. Первыми штатами восточного побережья США, куда ураган обрушился со всей силой, стали Северная Каролина и Вирджиния. Съемочная группа Инфокс испытала на себе, что такое ураган первой категории. Все выходные ураган Айрин терзал восточное побережье США. Больше всего досталось курортным городам, которые находятся на побережье, такие, как этот, Вирджиния Бич. Порывы ветра достигали 160 км в час. На ногах было сложно устоять. Центр урагана прошел в непосредственной близости к берегу. С собой Айрин принес ливневые дожди и, как следствие, наводнения. По данным метеорологов, за те сутки, что ураган вышивал в Вирджинии, выпало 40 сантиметров осадков. Ураган Айрин унес жизни более 20 человек и причинил ущерб, который оценивается в 1 миллиард долларов. Без электроэнергии остаются порядка 4 миллионов человек. Айрин был ураганом первой, самой слабой категории по шкале Сафир Симпсона, где пятая самая высокая. Еще до того, как ураган миновал курорт Вирджиния Бич, береговая линия была затоплена на расстоянии 100 метров. Вода стояла даже на парковках гостиниц первой линии. В самом городе поваленные деревья, заблокированные дороги и сорванные вывески магазинов. Во многих городах был введен комендантский час, однако в понедельник он будет уже отменен, и пляжи снова откроются для туристов. Основная проблема в Вирджинии на данный момент – отключение электроэнергии. Более миллиона человек остаются без света. В других регионах – в Нью-Джерси, Нью-Йорке, Вермонте и Массачусетсе – другая беда – наводнение. Переполненные реки выходят из берегов. Под угрозой полного затопления находится столица штата Вермонт, город Монт-Пельер. Алексей Березин, Екатерина Александрова, Инфокс, Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, США. Субтитры создавал DimaTorzok